А в чем вообще вот по вашим ощущениям отличие не только богемной молодежи, людей, которые идут в профессию, а вообще молодежи нынешней и молодежи, ну вот, вашей волны? В чем вот, вы видите, каждое поколение, оно чем-то отличается. Вы видите эти различия или нет? Ну, конечно, вижу, потому что я один раз в четыре года набираю новых студентов. Да, да, вот как вы это? Конечно, я вижу. Ну, вы знаете, я вам скажу, что они, новое поколение, назовем это так, они очень хорошо знают английский язык и очень плохо знают русскую литературу. Разговаривать с ними практически невозможно, даже роли в отрывках они выбирают по интернету, они книжку не берут. Да, ну смотрите, зато у них есть доступ сейчас, как у всех из-за интернета, к любому материалу. Они могут отсмотреть любое кино. Да, конечно. В наше время советское мы не имели возможности смотреть голливудскую продукцию. У нас только индийское кино достаточно представлено. И отечественное. Это плюс? Конечно, плюс. Это плюс, безусловно. И как бы тут даже не нужно ломиться, это открытые двери. Но просто дело все в том, что ведь мало смотреть. Нужно вырабатывать у молодого человека вкус. Вот я стараюсь этим заниматься. Именно вырабатывать вкус. Не просто все смотреть, что попадя, а именно вырабатывать вкус. И разбираться. И все равно. Я патриот своей страны. Я хочу, чтобы ребята больше знали то, чем гордится Россия. А это своей литературой, своей живописью. Своими театральными работами, театральными деятелями. Никто столько не написал о театре и об актере, сколько русский. Да, но вы же знаете, какой то есть существует, что было то время, был тот театр. Сейчас все по-другому. Все, что написали, ныне неприменимо. Потому что изменились полные стандарты. В ноябровидении побеждает женщина с бородой. Все иначе. Поэтому... Это к искусству не имеет никакого отношения. Это скорее к шоу имеет отношение. Это разные люди искусства. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.